45 лет городообразующему предприятию «Надыму-44». Общий праздник с богатой палитрой. По традиции отмечаем его в первые выходные сентября. И эта традиция ярко отражает связь времён и поколений. Смотрите специальный репортаж выпуска. Ещё одна общая фотография на долгую память. С этого по давнему обычаю начинается праздник «Газпромдобыча на дым». А огромные бутеты, цветы – знак признательности и благодарности. К памятным местам города идут вместе. Руководители общества «Газпромдобыча на дым», его филиалов, представители районной администрации городских предприятий. Традиция именно в день газовика, наш профессиональный праздник – вспоминать всех тех, кто были первопроходцами на этой земле, кто стоял у истоков создания нашего предприятия. Благодаря таким акциям, я думаю, наши дети и наши внуки будут с благодарностью в сердцах вспоминать этих замечательных людей и их трудовые подвиги. Имена работников газовой промышленности навсегда вписаны в летопись региона и страны. Юрий Топчев, Забита Руджев, Валерий Ремезов, Владислав Стрижов. Их труд в современном облике на дыма. Дань памяти всем землякам, погибшим во время войны, и тем, кто поднимал страну в послевоенные годы. Среди них почетное место занимают герои-первопроходцы и покорители Крайнего Севера Западной Сибири. По родшествии нескольких тысяч надымчан – еще один символ дружбы и единства. Свой 44-й день рождения город отмечает вместе с родным предприятием. И не случайно самая яркая и нарядная колонна – колонна газовиков. В этом году «Газпромдобыча на дым» празднует 45-летие. Единое дело на благо всей территории. Дух коллектива, всех поддерживаем. То есть мы все сплочены, мы все рядом, плечо к плечу. Скажем так, с поколения в поколение передается опыт, и этим опытом хочется помочь организации в стране, России. Во-первых, потомственный газовик. Уже этот праздник, он по большому счету с молоком матери. Ну и по большому счету уже больше не другого праздника как такового профессионального я уже не вижу. 20 лет уже проработал в этом коллективе. Вчера были на «Промете» на концерте тоже. Очень понравилось. Город наш северный здесь. В основном все работают, кто связан с газовой промышленностью. Поэтому, наверное, для всех горожан имеет такое значение он. Недавно устроился, приехал из Центральной России, и у нас такого не проводится. В таких праздниках. Даже вот в душе как-то тепло становится, приятно. Непростое для всех. Он знаковый, конечно же. Это не просто праздник, это состояние души только. Настроение бодрое, радостное, замечательное. Каждый чувствует себя частью одного целого. Колонны движутся по улице Зверева, от исторического центра города, бульвару Стрижова. Там, на главной праздничной площади, проходят показательные выступления спортсменов и артистов, школьников и молодежи. И, конечно, звучат поздравления. История развития и образования города, конечно же, связана с развитием нефтегазовых месторождений. Нельзя разделять «Газпром» от «Надыма» или «Надым» от «Газпрома». Мы – это единое целое. Это город со своим характером. Город-труженик. Город, который стоял и стоит у истоков газовой реки. С города «Надыма» пошли осваиваться месторождения. Уренгой, Ямбург и дальше наши газовики уже работают на Ямале. День рождения предприятия и города – это возможность подвести итоги и наметить планы на будущее. У каждого своя задача, которую он успешно решает для процветания любимого города. «Надым» – это газовики, строители, геологи, транспортники, связисты, учителя, врачи и десятки других очень нужных специалистов. Город «Надым» отличается от других городов Ямало-Нинского округа, потому что в нем действительно вложена душа специалистов «Надым» «Газпрома». И как сейчас мы со сцены слышали, что город «Надым» – это город счастья, город солнца. Будем всегда молодым. 23-й год встречает этот праздник, праздник города, день газовика. И вот, наверное, с каждым годом больше уверенность в нашем будущем. Мы видим, как развивается город, что развивается наше общество. И, наверное, это самое главное, что мы знаем, что городу дальше расцветать, и что нашему предприятию еще есть над чем работать. Почувствовать себя газовиком в этот день мог каждый с помощью инсталляции, подготовленной корпоративной службой по связям с общественностью и СМИ. Узнать, что такое задвижка кленовая, ручная и как идет поток газа. Примерить каску и сфотографироваться на память, как это сделала семья Шустовых. Ваня родился в этом городе, супруга тоже, Лена, родилась в этом городе. Я не местный, но душой я здесь, как бы уже надымчанин. Праздник общий, праздник нашей семьи. Территория надымского спорта увеличивается с каждым годом. Новые площадки, новые возможности роста, движения вперед. Надымская молодежь – числи обладателей престижных молодежных премий, победителей и призеров спортивных соревнований. Хорошо, что построили здесь площадку. Детям есть где развернуться, заниматься спортом, а не бегать по дворам, распивать спиртные напитки и также курить. Арт-галерея Надымский Арбат добавляет празднику яркости. Здесь картины надымских художников, предметы декоративно-прикладного творчества местных мастеров, всевозможные выставки и мастер-классы для детворы. Наш город, конечно, преображается, растет, идет строительство, растет. Ну все, все, все в нашем городе просто радует глаз. Каждый год приезжаю, я как раз в это время всегда бываю здесь. Скучаю. Больше 30 лет же здесь прожили. Люди по 40 лет, по 45, всю жизнь здесь отдали. И это очень радует, что город строится, город процветает, город растет. Популярные мелодии, зажигательные ритмы – это уже концертная программа вечернего Надыма. Здесь лучшие творческие коллективы города, приглашенные российские артисты и французский диско-дуэт «Атаван» популярные 80-е годы. Еще один подарок – вечерний салют. Яркая завершающая точка в празднике. Светлана Тусида, Сергей Черков, телевидение «Общество», «Газпромдобыча на дым».